Друзья, мир всем! Сегодня последний день нашего пребывания в солнечном Кыргызстане. Видите, как солнышко, светит. Я хотел показать очень интересную технологию, которую балуются местные, так скажем, очень хорошее отопление солнечными батареями. Вот здесь мы видим, да, я показывал там три секции солнечных батарей. Сейчас мы спросим у хозяина, что там внутри, как вообще происходит этот процесс. То есть понятно, что солнышко греет, там что-то нагревается. И на конкретном примере посмотрим эффективность, ну просто невероятная эффективность, именно когда вот есть солнечные дни. Ну, солнышко светит. Я думаю, у нас в Сибири это тоже тема весьма интересная, потому что мороз здесь не имеет никакого значения. Итак, это хозяин Василий, вот сейчас специалист объяснит, вот что там за ерунда и как она работает вообще. Нет, ну ерунды там никакой нет, это обыкновенные вещи. То есть, по сути, это система трубопроводов. Верхняя часть нагревает жидкость внутри, внутри залит пропиленгликоль, специальная жидкость, которая ночью или когда холодно не замерзает. И плюс при больших температурах она не кипит. Ну, в смысле кипит, но не разлагается на части. Вот, это у нас расширительный бачок, то есть, при нагреве давление в системе растет, излишки как бы уходят в этот расширительный бачок. Тут клапан какой-то, да, типа там или как-то? Нет, там сосок такой же, как на автомобильном колесе. То есть, тут посередине мембрана резиновая, и с этой стороны воздушная подушка, с этой стороны жидкость. Здесь определенное давление, и когда она повышается давление в системе воды, когда нагрев происходит, не воды, а этого, гликоля. Она просто лишний гликоль сюда раз выдавит, ну, как бы сдавливает подушку воздушную. Потом, когда раз, чтобы всегда было давление одинаковое, там, например, жидкость, ну, как, уменьшилась в объеме при отстывании, он раз, как бы сюда раз поддавил, и давление остается прежним. Ну, условно, там, в районе двух атмосфер. Значит, что? Ну, тут краны управления, насос. Насос управляется компьютером, позже покажем. А это обязательно насос, или можно без него? Можно без насоса, но тогда надо, чтобы солнечная панель находилась ниже бака. Ниже какого бака? Где, я понял. Где, который нагревается, в котором, ну, вода. То есть, это как-то конструктивно. А так невозможно? Например, не, ну, почему? Например, ты их поставил на землю, а бак на втором этаже дома. Понял. То есть, прекрасно все будет работать. Тогда, вообще, отсутствие электрики полное. Можно сделать. Ну, как, по системе, естественной циркуляции. Да, 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 да. Система естественной циркуляции. А если свет отключен? Ну, вообще, нежелательно отключать. Но у меня вообще дома, так как я любитель альтернативных энергетик всяких, у меня дома стоит инвертор, который позволит продолжить системе работать в штатном режиме, когда света нет. Ну, такие, слава богу, нечасто случаи. Ну, в случае чего ты можешь где-то как-то что-то тут перекрыть и все пока, да? Нет, прям, в случае чего, вот вообще, если, допустим, ну, нету света, нету инвертора, просто, и даже такое было когда-то у меня, то есть, чтобы там, ну, не кипела эта жидкость, она ничего страшного, как бы, предусмотрена, но тогда у нее уменьшится срок службы, там, если ты будешь позволять ей закипать. Просто накидываешь полок на панели, ну, чтобы солнце не светило на них. То есть, закрываешь их от солнца. Просто закрываешь. Да, понятно. Так, ну, и, в общем-то, куда это тепло у нас уходит, которое мы добываем с солнечных батареек? Вот можете попробовать его. Оно просто горячее. Ну, градусов 55. Жгет. Ага. Так, ну, здесь вот такая гофра труба из нержавейки, где-то в районе, там, 12-15 метров свернут, там, небольшой такой пучок, то есть, это теплообменник. То есть, мериль, да? Внутри него, да, внутри него, вот этот самый пропиленгликоль зеленый. То есть, вот отсюда горячий поступает, отдает свое тепло воде, в баке где-то 140 литров, и выходит, ну, как бы, на повторный круг, вот, ну, уходит на нагрев. Здесь, почему? Обычно классически делается бак, ставится как бойлер закрытого типа, все, здесь даже крышки нету, то есть, вот вода, вот рука мокрая. Сделано для чего? Что она слегка парит, отдает тепло окружающей среде, зимой это дает, что, ну, не промерзание, бани дает. Летом, в принципе, тут вообще можно мыться спокойно, то есть, в бане, в закрытой бане, температура образуется в районе 40 градусов, то есть, очень тепло, и вода где-то градусов под 80, кипяток, и ты просто заходишь, вот, не надо топить баню, ты заходишь, помылся, всегда горячая вода, каждый день летом. А зимой? А зимой она тоже горячая вода, ну, и просто, вот вы чувствуете, сегодня с утра было минус 10 на улице, а она в бане, ну, где-то около, там, плюс 10, да, сейчас, плюс 5, там, нет, плюс 10, наверное, аж прям тепло. Например, когда нам надо натопить баньку, то есть, мы ее растапливаем уже не с минус, там, какой-то промерзшая, когда она там, а, то есть, вот с такой температуры, более-менее комфортной, уже водичка плюс 10, просто поджигаем, ну, там, топим, чтобы каминка разогрелась, чтобы можно было тут, ну, и понятно, что ты плюс 10 и не будешь париться, но баню, скажем так, натопить можно, там, тремя хапками дров, да, небольших, там, там, каких-нибудь веточек, шик кинул, и уже в бане можно париться, или же там ее, ты пока она там промерзшая вся, ты ее пока разогреешь, там, тебе надо часов 5 ее разогревать, там, 4 утопить, а тут, как бы, ты быстренько раз, у тебя уже стартовая температура есть, плюс, например, собачку попоить, всегда теплой водой есть, ну, там, скотинку какую-то. Вопрос, а ты сказал, при температуре плюс 10, в смысле, это, в бане, то есть, не воды, вода-то жарче, вода плюс 50. Вот сейчас, мы на компьютере и посмотрим, сколько у нас сейчас вода, пройдем к компьютеру. Задача, кстати, вот, пока я тут руками махал, выдернул датчик. Этот датчик передает показания температуры воды в баке в компьютер. Всего два датчика, один датчик стоит в баке, второй датчик стоит на самой горячей точке солнечной панели. И сейчас я в компьютере, около компьютера, расскажу, для чего они нужны. Мы находимся около компьютера, вот как раз здесь и видно показания. Видите, Т1, это температурный датчик номер 1, и Т2, то есть, Т2 это, HV, это hot water, ну, горячая вода, бак с горячей водой, а это солнечная панель. Мигает, это насос, P1, pump 1, ну, то есть, насос в данный момент функционирует. Значит, что эти датчики дают? Они снимают показания с температуры, и как только температура Т1, ну, верхнего датчика, становится выше температуры Т2 на 15 градусов, то есть, это дельта-Т, разница между температур, включается насос и работает до тех пор, пока дельта-Т, вот эта разница, между ними не снизится до 5 градусов. Как только снизится, смысла уже нету, то есть, потери будут больше, чем производительность. Все, он отключает насос. Тем самым, он включается, не постоянно работает насос, а изредка включается, вот он сейчас только что отключился, то есть, сравнялась температура, ну, до 5 градусов, Снизилась И Т2 как раз вот видели Мы когда подошли было 50 градусов В баке Сейчас подогрелось до 54 То есть 54 это температура в баке воды Температура воды в баке прям сейчас Понятно А, ну скорее всего она не так быстро поднялась Скорее всего прогрелся датчик Потому что я там когда махал руками Я его выдернул Сейчас он пока что там согрелся И все, как бы с помощью компьютера Можно менять тут вот эту саму Дельту Т, температуру там До какой надо нагреваться И так далее На самом деле все очень просто Ну и в этих упаковках тоже не питься Как показали успешные испытания Шестилетние Этой системы Солнечного нагрева так сказать Бака в бане Что очень хорошо все работает И в минусовую температуру Главное чтобы был солнечный день Ну здесь в нашем регионе проживания Солнечных дней около 320 в году Поэтому нам это очень выгодно Значит я хочу поставить на свой дом Вот эти панели И уже ими отапливаться Процентов на 80 Я рассчитываю Что я буду ими отапливаться То есть только в пасмурные дни Там это где-то дней 20-30 В зимний период Ну буду как бы отапливаться Классическим способом Например тепловым насосом Как я это делаю сейчас А в то время Когда будет солнечно Я буду отапливаться Солнечными панелями Ну не просто отапливаться То есть например Ночью уже мне надо Тоже как-то отапливаться Для этого эти панели будут нагревать Вот такой бак 500 литровый Параллельно греть сам дом А ночью Или в темное время суток Я буду извлекать тепло Этот бак с двумя зимниевиками Буду извлекать тепло Из самого бака То есть охлаждать бак буду Утром когда взойдет солнце божье Мы будем заново нагревать Непосредственно божьим теплом Эту воду Которая как будет аккумулировать Это тепло Ну пока это еще не завершенный проект Это все в процессе Далее Ну как завершим Ну отошлю Алексею видеоотчет Как это все будет на практике работать Дай бог что ты это все заработала Могу еще показать металлоконструкции Которые для этого были сделаны Приглашаю вас посетить Будущую солнечную тепловую станцию Вот так выглядит рама Ну у меня тут она Немножко более капитальна Чем допустим Классически рекомендуется производителям Я просто для чего сделал Я сделал с таким помостом Чтобы можно было Ну залезть комфортно Потому что крыша шиферная Чтобы не сломать шифер Можно было пройти Помыть панели Ну их по сути там Раз в год может быть Да надо там помыть Ну чтобы была возможность проверить Там все соединения Все что было хорошо И вот как бы мы тут Живем в двух домах И вот соответственно На одном доме будет 8 панелей И на втором доме будет тоже 8 панелей А для бесперебойной работы Здесь будет еще стоять Две панели электрических По 300 ватт С двух сторон будет Ну то есть тут 600 ватт И на той сборке тоже 600 ватт Чтобы в случае отключения электричества Они продолжали все работать От солнца Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok